Добро пожаловать на самый настоящий склад, где все, что вы видите за нашими спинами, можно приобрести на сайте fragstore.ru. Мы сотрудники этого склада и также ваши ведущие. Я Даня Махогани-Семенов и Александр Дерек Динай-Хитров. Чем же занимаются сотрудники склада? Конечно же, они обсуждают все самые горячие актуальные новости. В общем, как я обещал в понедельник, это наш новый формат. Но что самое главное в этом формате, так это то, что мы обсуждаем новости не только с Сашей, но и с вами. А как мы будем обсуждать новости со зрителями? Новости со зрителями будем обсуждать посредством этого монитора, где у нас есть твич-чат, куда вы, собственно, как и на стримах, можете писать свои мнения, вопросы, комментарии, может быть, что-то еще, что вас интересует или беспокоит или, наоборот, радует. В общем, будем общаться. А мы, в свою очередь, хотим порадовать и вас. Поэтому в Твиттере пишите, пожалуйста, по хэштегу вопросы, на которые вы хотите, что мы ответили в прямом эфире и зачитали, соответственно. Хэштег выглядит следующим образом. Хэштег ВП Кириллицей на складе. Все Кириллицей, все без пробелов. Задавайте свои вопросы. В последние минут 10-15 эфир мы отвечаем на них, а после эфира мы выберем самый интересный. И тот, кто задал этот вопрос, получит приятную скидку в 30% на ассортимент фраг-стора. Да, вот, например, футболочку с пуджом, например. Например, или на джерси-нави, или на инвокера, на снайпера, на телефончик вот этот. В общем, на все, что угодно. На все, что угодно. Да, ну, а прямо сейчас у нас начинаются новости, поэтому поехали. Кто тыщет пути, как с прошлым порван. Новости. Самое, наверное, любопытное об этих новостях это то, что мы будем говорить не только на киберспортивную тематику, но будем также обсуждать игры, фильмы, легкую атлетику какую-нибудь. Например, легкую атлетику. Ну, то есть все подряд вообще, обо всем подряд. Поэтому все, что вот реально вас интересует, пишите нам сюда в чат. Будем реально общаться вот в прямом эфире. Собственно, наверное, я и начну тогда с первой новости. Она не такая уж значимая в целом, но тут вот просочилась информация про одну консольную игру. Ты играешь вообще на консолях в игры? Да, конечно. Ну, я, в общем-то, с консолей начинал играть в игры. На PlayStation 3 или 4 ты играл в игры? На 3 или 4 я играл. В студии Naughty Dog. Да, да, конечно. Какая твоя любимая игра от студии Naughty Dog? Вообще, если я правильно помню, то Crash Bandicoot как раз-таки и издавалась Naughty Dog. Да. Ну, конечно, Bandicoot мне нравится. Это не PlayStation 3 или 4. Ну, это первая, да. Хорошо, ты слышал об игре The Last of Us? Да, слышал. Вот. Собственно, появились первые слухи. Просто, ну, вот меня, собственно, эта новость заинтересовала прям очень сильно, потому что я большой фанат. Я дважды проходил ее на 3-й, на 4-й, соответственно, PlayStation. В чем разница? Ну, на 4-й, типа, текстуры покруче, графика, там, все дела. Ну, как-то анимация, не знаю, ну, круче играется. И вот сейчас такие вот слухи пошли, что люди, которые сейчас доделывают Uncharted 4, вот ты должен знать, наверное, что скоро относительно выходит. Вот. Эти люди до того, как перейти на проект Uncharted 4, работали над идеями и вот развивали какие-то возможные сюжетные линии сиквела Last of Us. А он именно сиквел, он не приквел. Ну, именно сиквел, то есть вот здесь, они вообще на самом деле вот тут на сайте ign.com пишут, что они вообще разрабатывали идеи продолжения с разными персонажами, рассматривали с Джоэлем и Элли, это главные герои игры. Вообще, у них были идеи для Sky-Fi игры, для игры в жанре фэнтези, ну, то есть все, что угодно они разрабатывали. Но я надеюсь, что они немножко, как вот мне чего не хватало в первой части, небольшой какой-то вот, не то что открытости мира, но вот какого-то каких-то коридоров, чтобы можно было условно влево-вправо пройти. Там было пара моментов. Ну, вот чтобы чуть, вот самую малость нелинейности. Ну, а это не надоело тебе? Сейчас все, кто не лень, делают open-world игры. Нет, не open-world. Сюжет — это самое главное. Знаешь, вот я говорил, собственно, много раз про The Last of Us, что, по сути дела, это один из немногих случаев, когда не только история хороша, но вот обычно я, когда играю, вот геймплей меня раздражает. Я, ну, как-то вот, я, допустим, если хорошая история, то геймплей какой-то нелепый. Либо если крутой геймплей, то история фиговая. Вот здесь вот такая гармония хорошая получилась. То есть и не то по отдельности, ни сюжет, ни геймплей вот не решают, скажем так. Но вот гармонично — это просто, ну, лучшая игра какого-то, 13-го, получается, года. Ну, вообще она, да, ну, она, да, она вышла в 13-м году и собрала какие-то... Она, в принципе, мне кажется, собирала хорошие награды, но там же еще все сопровождалось скандалом, когда актриса Эллен Пейдж пыталась отсудить деньги у Naughty Dog за то, что они использовали, якобы использовали имидж, да, ее образ для персонажа Элли. Потому что параллельно с этой игрой выходила другая игра от Quantic Dreams. Название как-то, не помню. — Beyond Two Souls. — Да, Beyond Two Souls, которая как раз была Эллен Пейдж уже полностью с фейс-капчером, да. И вот она пыталась отсудить, но, насколько мне известно, ничего у них не получилось. Но, тем не менее, в принципе, не, игра была хорошая. Там еще очень классный саундтрек. Вот почему я хорошо запомнил эту игру. Саундтрек там действительно божественный. Нет-нет-нет, именно Last of Us. — Вообще саундтрек очень крутой. Ну, собственно, нам немножко пишут в чат, что тут вообще происходит. Древняя утренняя передача на Первом канале. Не совсем утренняя, но где-то в мире сейчас точно утро. Давай следующую новость. — Ну, не совсем древнюю. Да, давайте мы все же перейдем немножко к киберспорту. И вот у меня есть такая новость. Очень интересная, на самом деле. Она связана с Дотой. На следующих сезонах SLTV Star Series в составах по Дота 2 могут появиться тренеры, как в КС-командах. Как ты относишься? — Об этом я, кстати, слышал. — Да, таким образом уже совсем скоро тренеры по Доте смогут стать незаменимой частичкой в механизме любой команды. И, в принципе, тренера-то уже как бы существуют, но сейчас, насколько я понимаю, их хотят выводить прямо на сцену вместе с пятеркой. Ну, как в КС, в общем, и происходит. Стоит сзади тренер и помогает своей команде. Насколько это оправдано вообще? Ну, потому что, например, первый, кто высказался нелестно в эту сторону, это... — То есть против этого. — Да, это был Eternal Envy, который... Потому что саму новость пустил Вилат в Твиттере. Он пытался узнать вообще мнение сообщества. — Давай мы попытаемся узнать мнение нашего сообщества, друзья. — Оно сильно разится от другого сообщества. — Что вы, собственно, думаете на этот счет насчет тренеров в Доте? Что ты сам думаешь насчет тренеров в Доте? — Тренер в Доте вообще очень-очень полезная фишка. Ее надо использовать. — Могла бы быть. — Нет, ну почему? Она же есть. Есть тренера, как бы, иногда негласные. На четвертом Инте был Габлак у Нави. То есть сама по себе, ну, эта система, она не новая. — Но они не сидят за спиной. — Они не сидят, да. — Да. — В целом тренер полезный, но я просто не особо представляю, как это будет работать. Как, 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 что он сможет. Потому что всем этим занимается, в принципе, всей стратегией и координированной игры занимается капитан. — Ну, соответственно, в чем тогда будет роль тренера, по-твоему? — Моральная поддержка, на самом деле. Потому что можно посмотреть на стримы КС, где они собираются шестером, так, ву-ву-ву-ву-ву, давай рвать всех на лево и на право. — Дот — это не совсем Counter-Strike. — Не совсем командная игра, да? — Нет, это командная игра, но это не совсем Counter-Strike. По крайней мере, ну, это, знаешь, грубо говоря, какой-то свой мир у каждого человека. То есть я мало видел команд, вот на International, например, которые были прям командой. Вот кроме, по-моему, Архонов, которые вылетели сразу и пробухали просто весь International. Нигде не появляюсь, я на этаже у них были вечные тусовки. Вот, все остальные, они... — Ну, они могли расслабиться просто. Остальные-то должны были играть. — Ну, вот, собственно. Ну, Vega, например, тоже она вылетела, как бы, да, но они там чем-то занимались, но по группкам или по одиночке. Вот, а все остальные, вот, наши ребята, например, там, каждый в себя уходит частенько. Они сидели там в комнате, играли, но каждый сам по себе, как бы, получается. — Ну, а ты как думаешь, в общем-то, тренер может зайти? Вот, ну, в футболе тоже, смотри, тренер присутствует, он же там не играет, он просто что-то подсказывает своей команде. — Слушай, ну, во-первых, в футболе тренер отвечает за тактику, за расстановку. — Ну, а вот у нас капитан этим уже занимается, грубо говоря. — Да, ну, подбором игроков, соответственно. Что будет делать тренер в доте? Здесь важный момент. В новости как вообще? Ну, там было сказано про то, что это тренер за спиной стоит? — Да, да, да. — Или это точно? — Точно, за спиной на ланах. Который может стоять за спиной на ланах, да. — Ну, как все говорят, я-то вот в доту только начал играть буквально там вчера. — Да, мы видели твой стрим с двумя тысячами зрителей. — Ну, это вряд ли. — Как ты учишься играть? — Что вряд ли? — С ботами. Вряд ли ради меня туда все пришли. В общем, суть не в этом. Суть в том, что я так понимаю, что шестой человек, стоящий за спиной, это, ну, огромное подспорье. И что тогда делать командам, у которых нет тренеров? — Завозить тренера. — Ну, то есть зарплаты, делить призовые. — Ну, если мы хотим стать спортом, то нам надо этим заниматься, нам надо развивать всю инфраструктуру. — Ну, вот ты, представляешь, что ты проигрок, ты зарабатываешь деньги, готов ли ты платить тренеру, там, не знаю, зарплату или процент из призовых? — Ну, этим должна заниматься организация, если ты подписанная команда. — А у всех ли есть организации? — Ну, как правило, у тех, кого нет, они просто никуда не ездят на такие ланы, где тренер может понадобиться. Это редко, ну, достаточно редко бывает. Подписываются какие-то интересные миксы, которые могут что-то показать, и тогда они уже и сами их спонсируют. А если нет, то нет. — Ну, вот немножко мнений, собственно. Лост потирает руки уже от Сео Серча. — Лост будет отличным тренером, как мне кажется. Просто замечательным. В плане и моральной поддержки, и в плане разбора всей ситуации, все это, мне кажется, он один из лучших претендентов. — Кого ты думаешь, может в теории тренировать Лост? — Ну, конечно, команда СНГ. У нас много будет желающих. — Нави? — Нави, ВП, Хелл Рейзерс, Вега. — Лост будет тренировать Нави. — Я не говорю, что он будет тренировать Нави. — Возможно, что он будет тренировать Нави. — Я не знаю, кто это. — Тогда ладно, тогда ладно. Скрин, мне кажется, с кнутом поставить может. — Так, НС-тренер ВП. — Конфёрмд. Вопрос. — Ну, мы что, не уверены. — Это надо НС спрашивать. Мы пригласим его как-нибудь сюда, я думаю, в гости. — Пообщаться? — Не хотел бы он быть тренером, кстати. — Ну, тема уже будет заезженная, мне кажется. Ну, я думаю, мы найдем, о чем с ним поговорить. — Давай следующую новость не про киберспорт, хотя частично про киберспорт я тебе скажу. — Давай. — Тяжелая какая-то новость. — Ну, ты, на самом деле, новость не такая вот, собственно, и новость. Все знают, что... Ну, многие, кто вообще знает, там, ну, типа, кто я, знают, что я в Доту не играл до буквально там последнего времени, а играл я в FIFA. И вот, собственно, новость заключается в том, что вчера в Москве прошла официальная презентация FIFA 16, она вышла на все платформы. Вот. Что ты думаешь об этом, Данила? Ты играешь сам в FIFA? — Да, я большой любитель где-то с тринадцатого года, мне кажется. Ну, или с двенадцатого. — Ты с тринадцатого? То есть ты не играл в FIFA 97, там, в FIFA 2000? — Нет, ну, играл, соответственно, но просто, получается, я больше был фанатом PESA на тот момент, потому что он выглядел гораздо лучше. Но вот, собственно, что я могу сказать по новости. Так это то, что PESA, который тоже вышел совсем недавно, вышел не оптимизированный, а в стиме еще и скриншоты в PC версии игры, скриншоты были от PS4 версии. — Серьезно? — Да. То есть там был полнейший скандал. — Вот с PESA, PES вообще мимо меня прошел. — Игра в целом осталась где-то на уровне две тысячи, там, десятого года. — Серьезно? Подожди, мне в Твиттере куча народа уже написали, там, и Вконтакте, что типа в PES, PES, давай стримить PES, PES офигенный в этом году. Я честно скажу, я еще PES даже не видел в глазах. — Не знаю, мне просто очень сильно напрягло вот эта ситуация, что, действительно, игра появляется в стиме, она не оптимизированная, она плохо сделана, и скриншоты там с версии PS4. — Ну это полное, это как раньше... — Ну это, я не знаю, это такой обман, чтобы набрать классы, что... — Это как раньше, знаешь, когда еще продавали левые картриджи от Мегадрайва, там, в начале, в конце... — Печатали с PlayStation, там, чуть ли не второго скрины. — Да, 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 да. — И вот, соответственно, еще и вот эта вся ситуация вокруг Konami, то, что они выгоняют Hideo Kodima, выгоняют главного их... — Песы Konami делали. — Главного их, в общем, мастера по engine, по движку, которым он занимался, тоже выгоняют. Берут, ну, в общем, направление на мобильные игры, и PES — это единственная большая игра, которую они будут как-то развивать, все остальное будут мобильные игры. И сейчас они еще выпускают PES с этими скринами, но это прям пахнет не очень приятно, я бы сказал. — Это очень странно. — Ну, а по FIFA, что я могу сказать? — По FIFA. — В FIFA хочу поиграть. — За женскую команду. — За женскую очень хочу поиграть. — А ты не играл еще в демоверсию? — За женскую нет, играл только за мужских. — Ну, прикольное ощущение. По новым режимам что-нибудь. — А что, по-другому там что-то? — Ну, они какие-то, знаешь, как будто допростят меня дамы, если вдруг кто смотрит, они немножко какие-то крабоватые, ну, девушки, точнее, прием какой-то у них такой, ну, странный. — Фишечки свои есть какие-нибудь? — Фишечки свои? Ну, не особо. Ну, крутая физика как бы передвижения, физика волоса, знаешь. Ну, то есть, если бы я сейчас вернулся, не знаю, в 2006-й где-нибудь и увидел такую графику, такую анимацию, физику вообще вот всего, я бы сказал, блин, это офигенно. Но, ты знаешь, вот лично для меня основная новость с FIFA связана даже не с тем, что вот наконец-то там диск мне привезли или что-то. Для меня самая основная новость с FIFA связана, наверное, с тем, что вот я, человек, который играл в FIFA и вообще там стримил в FIFA, вот вчера был официальный запуск, ну, я так понимаю, что во всем мире, что делал я конкретно в день запуска FIFA 16? — Я знаю, проходил обучение в Dota. — Я проходил обучение в Dota. Ну, собственно, вот поэтому, наверное, выход FIFA, у нас сейчас лежит коробка, до сих пор я еще в нее не поиграл, никто еще не поиграл, вот. — Да, да, я уже хотел, но у нас тут эфир. — Да, ну, собственно, вот как-то, не знаю, у меня такое ощущение, что Dota меня захватывает больше, чем FIFA. Вот это лично моя новость основная. — Ну, смотри, а стримить ты будешь? — Стримить? — FIFA? — Ну, да, я посмотрел. — Ну, если соберется народ постримить, посмотреть. — Люди, вы будете смотреть стримы, Саша? — Не, ну поглядим, поглядим, почему нет. — Ну да. — Давай следующую новость. Давайте мы вновь вернемся к киберспорту. Ты уже, вот, в принципе, сейчас ты как раз сказал, что у тебя Dota начинает захватывать твою жизнь. Ты еще недавно мне говорил со всем, что ты меньше начал смотреть футбольные матчи и больше смотреть Dota-матчи. — Вот за, сколько уже там, туров 7, наверное, прошло, если не 10. Я даже не знаю, сколько туров прошло в чемпионате Англии. — Вот, вот. — Я посмотрел три матча, по-моему, с начала европейского сезона. Ну, даже ни одного матча Манчестера полностью. «Зенит» с Капом смотрел и какой-то матч. — А по Dota ты сколько посмотрел? Что ты посмотрел? — Ну, я уже сейчас сходу не вспомню. Но для меня до сих пор это какое-то такое вот, что-то много всего. Я смотрел квалы на ESL, вот. Ну, Vega, Na'Vi, по-моему, тогда был. Ну, для меня это немножко все равно перемешано. Но вот суть в том, что я посмотрел игр по Dota, ну, карт, наверное, 8. То есть больше, чем матчи по футболу, по сути дела. — Ну вот, смотри. Сейчас проводятся отборы европейские на WCA, World Cyber Area 2015. Это китайский киберспортивный фестиваль, в общем-то, и Dota там будет. — Ну, LAN будет в декабре. Это вот я слышал про такой. — И вчера, 22-го числа, закончился первый этап отборочных, где выступали, в общем, 21-го, 22-го числа, выступали все СНГ-команды, которые были приглашены. А это Virtus.pro, Team Empire, Vega Squadron и Natus Vincere. Ты смотрел какие-нибудь из этих игр? Или мне ввести тебя в курс дела? — Здесь я в курсе дела. Virtus.pro единственный, кто прошли в полуфинал, будет играть. — Да, единственная команда, которая прошла из СНГ, которая прошла вперед. — Да, а что случилось? — Причем все матчи заканчивались со счетом 2-0. — Да, 2-0, да, там просто жесть творилась. А почему не прошли, собственно, все остальные? — Ну вот на самом деле я больше всего ожидал, что Natus Vincere смогут показать хорошую игру, но как минимум не 2-0, потому что они в целом достаточно неплохо начали смотреться с PSM-ом, то есть он оживил весь состав. — Кстати, маленький комментарий уже, правда, ушел из ленты. Артстайл тренер Natus Vincere. — А, ну вот как пример. — Сто процентов confirmed. — Ну я не знаю. — Зашел бы интересно? — Ну, мне кажется, Артстайлу совсем не на пользу пошло то, что он очень большой перерыв брал в игре. — Ну, Фобос вообще 4 года не играл. — Ну вот я на самом деле не понимаю просто этой ситуации. Фобос ворвался как лев, а Артстайл еще попытался с Дреддом войти, ну это было немножко раньше, до Инта, вместе с Hellraiser. И там как-то не зашло особо. Потом Наташа ищет парня, вроде был такой стак, который тоже не зашел. Потом и Na'Vi. Ну, они попали, конечно, на International, но ушлись ни с чем, в общем-то, практически, да. Ну так вот, в общем, когда выступали, во-первых, там это была первая официальная игра Team Secret в новом составе. И играли они с Na'Vi. Я ожидал, что все же они смогут навязать борьбу. И первая игра была вообще в одной ворота. Вторая игра еще была более-менее равная. Но что, суть-то в чем? Суть в том, что Eternal Envy, всеми нами любимый, который умеет и позабрасывать, и потащить невероятные катки на антимагия, сыграл две игры и ни разу не умер, вообще ни разу. Ну, потому что он соскучился после International. Или это Пупей! Или это Пупей заставил его, может быть, как раз с кнутом и пряником играть как следует. Слушай, ну, у меня есть такие инсайдики небольшие из Dota-сообщества, скажем так, что вот пока что Team Secret не выглядят вот настолько грозной силой, насколько они выглядели вот, ну, буквально там еще четыре-пять месяцев назад. Ну, соответственно, да. Пока что сыгрываются? Если еще, если вы смотрели вчера трансляцию как раз от RuHub, а ее ввели VLAT и FNG наш, FNG рассказал, что они тренировались буквально в этот же день с обеими командами, и на Тусминстер они проиграли, но выиграли у Сикретов. И как бы он вообще весь пик угадал Сикретов и Na'Vi, да, потому что они как бы играли этими пиками, но тем не менее вот получается такой замкнутый круг. Na'Vi сильнее VP, VP сильнее Сикрет, Сикрет сильнее Na'Vi, змея, которая ест свой хвост. Ну, это клан VAR и официальная игра. Это, конечно, это вообще не стоит принимать в расчет, просто мне понравилось. Пишите, кстати, в комментариях, как вам понравились ли новые Сикреты и какие у вас ожидания к новому Na'Vi, потому что это тоже интересно. Na'Vi все же одна из самых любимыми фанатами команды на просторах СНГ. И в мире даже. Даже и в мире, да. Много людей. Я, кстати, напомню немножко, о чем это шоу, потому что много вопросов. Мы с Даней сидим и в непринужденной атмосфере обсуждаем какие-то новости из мира киберспорта, игр, кино, музыки, в общем, все, что нас заинтересовало в последние дни. И общаемся с вами, вы можете писать в чате, к сожалению, с небольшой задержкой, но мы как-то вот выцепляем что-то из чата, что-то зачитываем, как-то стараемся с вами общаться. Вот, собственно, я думаю, что первая часть плавно подошла к концу. Мы можем перейти к основной новости. Да, основная, скажем так, тема для обсуждений. Вот, поэтому... Через небольшую паузу. Да. Поехали. Ну, опять привет. И основная новость нашего сегодняшнего не вечера, а дня. Это, сразу предупреждаю, не горите сильно, потому что новость хорошая и тему стоит пообсуждать. В общем, я сочетаю. Вот эту тему прям реально прям пишите, пишите много, потому что очень интересно, что вы думаете. Ну, желательно, без спама и кораблей и все такого. Чемпионат мира по Лиге Легенд вновь появится на телеэкранах. То есть, чемпионат мира, это 2015 сезон, уже подписал контракты с крупнейшими медиакомпаниями. Например, малазийская телевещательная компания Astro объявила о трансляции главного события этого года по своим каналам в прямом эфире. То есть, это не будет запись, это действительно прямой эфир. В прямом эфире, да. Да, потому что ESPN уже тоже транслировали киберспортивные ивенты, но они транслировали их в записи. А здесь они в прямом эфире. Ну, киберспортивные ивенты в записи, это очень странная штука. Я вот еще знаю про эту новость, что, например, BBC тоже каким-то образом, пока не совсем понятным, как именно они будут это транслировать и показывать, но так или иначе они в это вписались. А BBC это одна из самых больших. Ну, у них даже на сайте появилась плашка с линком на Лигу Легенд, на чемпионат мира. Там пока как бы особо, ну, на самом сайте кроме плашки еще нет. Ну, просто к тому, что появляется на главной странице сайт, это, мне кажется, впечатляет. Здесь, наверное, основная тема вот обсудить не то, что хорошая лол игра или плохая. Да, совсем нет. Давайте не будем говорить о лоле, а будем говорить о том, насколько вообще, я бы даже не сказал, киберспорт заходит в большое медиа, так сказать, да? Ну, он уже присутствует как-то, тем или иным образом присутствовал. Насколько это хорошо, насколько это может быть плохо, а может быть это медиа заходит в киберспорт? Ну, то есть вот какое ваше мнение относительно вот данной темы? Ну, вообще, в первую очередь надо говорить, мне кажется, об инвестициях. Ведь все работает на инвестициях. С чьей стороны в куда, скажем так? Я так понимаю, ну, во-первых, конечно, сама киберспортивная дисциплина дает огромное общество. Это огромное общество можно вполне посадить на телевизор и показывать это в прямом эфире. Значит, его будут смотреть еще больше людей. И это и новички, и старички. Значит, кто-то в этом заинтересован. Значит, туда будут впихивать Red Bull, ну, условно говоря, Red Bull, там, не знаю, Mercedes, ну, вообще все, все, что можно впихнуть из инвесторов, чтобы они как бы красовались на своих... Как ты сейчас впихиваешь в шоу, да? Ну, да, нам бы неплохо, кстати, Mercedes здесь иметь. Потому что недавно был случай в прошлом году, когда, не знаю, слышал ты об этом или нет, но это была просто крайне прекрасная новость. Когда сайт youporn.com хотел подписать состав по Dota 2 и, в общем-то, подписал. Он спонсировал состав. Какой-то там чуть ли не университетский, какой-то американский. Понятное дело, что большие команды почему-то не захотели. Почему, кстати? Почему они могли не захотеть? Там была очень классная форма, такая черно-розовая, мне очень понравилась, стильная. Плюс, наверное, какие-нибудь премиум-аккаунты. Ну, в смысле, порнуха, это, типа, не знаю, в обществе считается, наверное, плохо. Ну, в каком-то, при этом все все равно ее смотрят. Но, тем не менее, они подписали. И вот, как бы, видишь, даже со стороны вот такого вот развлекательного контента для взрослых появляются люди, которые хотят инвестировать свои деньги в развитие киберспорта. Ну, а теперь они хотят сделать это в прямом эфире. Ну, то есть, это вообще замечательно. И, как думаешь, будет ли какой-нибудь российский канал транслировать? Российский канал? Ну, хоть какой-нибудь, хоть кабельное телевидение, не знаю. Хоть кабельное, я понял, к чему ты ведешь. Есть просто, ходит по офису информация, что будет какое-то кабельное телевидение что-то там транслировать. Ну, расскажи уже, не томи. Сейчас можно только, вот, я так, типа, немножко сказал, к Александр, к Александир, прошу прощения, вы будете рекламировать свои толстовки и футболки-то? Он уже устал. Что здесь происходит? Здесь, на самом деле, имитация некого склада. Усё имитация. Я же сказал в самом начале, что это самый настоящий склад. Вы видели, какой он у нас огромный на заставке? Да. В смысле, склад. И теперь, конечно же, вот висит наша продукция. Здесь есть вот инвокер, путш, думку, кого угодно вообще можно брать. А ещё здесь есть вот такая вот толстовка, между прочим, с интернешнл. Она с интернешнл, да. Я понятия не имею, сколько денег она стоит, но вот такие вот можно было купить, я так понимаю, на Инте. Я, правда, сейчас не помню. Ну и скидочку можно получить, если не знаешь, сколько стоит, скидочку можно получить. Напомни, напомни. Да, скидочку ещё раз напоминаю. У нас есть твиттер, ладно, у нас у всех есть твиттера, но у нас есть хэштег, который звучит и выглядит следующим образом. Это решёточка, ВП на складе. Всё это кириллицы, всё это без пробелов. Вы туда присылаете свои вопросы. Какие-нибудь очень остроумные или не очень, или смешные. В общем, пишите все вопросы, на которые вы хотите, чтобы услышать ответ от нас. И мы выберем лучшего. Уже после эфира мы выберем самого лучшего человека, который задал этот лучший вопрос. И он получит лучшую скидку в 30%. Собственно, на любой ассортимент. Немножко ещё. Вот у нас как раз появилась, посмотрите, ссылочка. Там деревянная ставочка, очень красивая. И вот там вы можете приобрести. Вот, в принципе, всё отсюда. Плюс туда же, я так думаю, надо будет вводить. Я так понял, с неким запозданием, когда мы говорили про порнуху, чат, до этого была нормальная тема. Как только мы зашли вот с этим юпорном, просто все сразу капа-капа-капа, чат сразу ахахахаха, ахаха. И, короче, походу, все сразу не палятся. А вы смотрите юпорн? Например, какой? Ладно, там ссылки в твиче нельзя оставлять, а то мы сейчас спросили, какой у вас любимый домен. Можно без домена, просто типа порнхаб, юпорн, что-то ещё бывает. Давайте мы посмотрим, сколько у нас таких вот любителей поиграть в эту киберспортивную команду. Я, собственно, хотел бы немножко, если не против, я бы хотел немножко почитать комментарии вот насчёт основной темы. Давай. Смотри, есть, например, такое мнение, что, вот мистер Роузес пишет, ну для киберспорта это вообще nice, потому что рано или поздно и доту будут показывать по телеку, да и другие киберспортивные игры. Я думаю, это просто отличнейшая новость. Вот. Мистер Грин 1, 2, 3, 4. Ну, в лигу играет в 10 раз больше людей, чем в доте. Ну, не в 10, а в 4, в 5 раз. Сколько? В доте, по-моему, 11 миллионов, Valve говорили. Ну, просто они как-то ещё сфокусированы. Ты ближе, там, ну, Корее, знаешь, просто... Лига Легенд? Лига Легенд, да. Ну, в Штатах, даже в Южной Америке она даже популярна. В Бразилии, в Чили вот недавно был какой-то ивент. А, да, действительно был. Ну, тем не менее... Она в СНГ, по сути, не популярна. Ну, и в Африке. В СНГ не популярна. Но в СНГ стоит дота супер популярна. Поэтому мы получаем такие ответы, что, в принципе-то... Нет, ну, мы же не только про лол. Здесь вообще вот, ну, условно... Нет, да. Сама тема звучит так, что киберспорт рвётся, врывается в... Ну, здесь есть ещё, блин, вот чат постоянно дёргается, но, собственно, здесь вот есть такое мнение, вот, кстати, очень интересное. У Valve явно есть деньги на то, чтобы... Транслировать всё это? Даже не то, что транслировать, а выходить на телек. Ну, как Wargaming, например, делают. Ну, Wargaming, это, опять же, World of Tanks, это не совсем киберспорт. Вот, но... Мне кажется, ты сейчас заденешь кого-нибудь этим высказывали. Нет, ну, реально, но это не совсем киберспорт. Ну, по многим параметрам. World of Tanks. Ну, ладно, допустим, я не буду спорить. Вот. На данном этапе. Мне очень хочется, чтобы он таким был. Потому что, вот, честно, мне смотреть... Вот, как это ни странно, самое крутое, что можно посмотреть, вот как по мне, это вот по новым правилам, но относительно новым. Я, по-моему, в августе смотрел какой-то чемпионат, когда мы с Na'Vi играли, Virtus.pro и тогдашний состав. Не в августе, в RUM. В июне, наверное, или в июле. Вот. Мне прям реально кайфово было смотреть. Я понимал, что есть атакующая сторона, защищающаяся. И там, ну, реально, не как в доте. Ну, в доте реально очень много нужно знать. Вот. Ну, чтобы понимать. То есть болеть-то можно, безусловно, как... Не особо понимая. Вот. Но в танках, реально, ты как бы... Ничего не... Есть вот семь машинок, семь машинок. Как они ездят, стреляют. Как бы одни должны захватить базу других. Дико динамично. Там семь минут, одна катка. Ну, вот. Мне очень понравилось. Я реально это смотрел бы, ну, например, с большим интересом, чем, извиняюсь, Формулу-1. Которую мне вообще не интересно смотреть. Ну, Формулу-1, мне кажется, как шахматы. Ну, в общем, ты достаточно сильно на любителя. Или ты про киберспортивную Формулу-1? Есть такое? Нет? Есть такое? Боже упаси смотреть киберспортивную. В общем-то, здесь все же есть проблема, как мне кажется. То, что, ну, например, давайте сравним это с обычным спортом. С футболом, с хоккеем. Вот у нас в 9 вечера начинается матч, условно говоря, Россия-Канада. По хоккею. Ну, или по футболу, какая разница. У Канады, я вообще не уверен, что есть сборная России. Не знаю, возможно. Ну, может, они просто, когда у них свободное время выдается, они идут в футбол играть. Кто? Канадцы, хоккеисты. А, хоккеисты в футбол играть. Хорошо. Я думаю, у них других и нет. Интересный заход. Вот начинается в 21.00. И эфирное время выделено. Если на футбол, то это там 100 минут максимум. Потому что плюс дополнительное, плюс перерывчик. Ну, 120 минут, условно говоря. А вот как быть с Дотой или с Лолом. Потому что матч там, я не знаю, Сикретов и… 123 минуты. Как там, с Клоудами наши играли, да? Да, с Клоудами, например. ВП Клоуда, который там длился больше часа. 123 минуты. Да, даже вот. Около того, что… Да. И никаких перерывов, соответственно. А это еще и паузы, которые случаются в играх часто достаточно, там, из Додоса или из чего-то подобного. И как, ну, как может канал работать с эфиром, который вот настолько ликвидный. Которого нельзя его взять там с 9 до 10 и все. Ну, потому что мне лично кажется, вот если уж на то пошло… Сейчас я попробую найти еще комментарии. Вот, мне кажется, что на телевидении киберспорт популярен не будет, потому что аудитория интернета и ТВ различна. Например, вот такое. И вот, как вы считаете, ведущие, когда Дота доберется до ТВ? Учитывая такие огромные турниры. Но здесь как раз-таки вот эта вот тема с тем, что есть там Prime Time, какие-то эфиры, все это, ну, вот сходит на нет. Потому что телек, как вот у меня, кстати, в ВКонтакте мне писали, что… И, кстати, ну, обоснованно писали то, что телек умирает. Ну, я плюс, опять же, это знаю из того, что я многих людей в российском, по крайней мере, телевидении знаю, потому что я там работал. Вот. И более того, вот посмотреть, какие-то совершенно неадекватные решения. Вот BBC, как у нас, кстати, в чате кто-то писал из ребят, мы писали, что без Top Gear, без Джерни Кларксона, в частности, BBC – это, ну, я не скажу, что это помойка, но это уже, мягко говоря, не так интересно. Ну, значит, какой-то канал может выживать за счет какой-то программы. А если эта программа будет трансляцией Dota? В определенное время, так, блин, смысл идти на канал, если можно на Twitch посмотреть? Вот у тебя есть выбор, посмотреть на Twitch или посмотреть теле. Ну, смотри, у меня есть плазма дома, например, такая огроменная плазма. В смысле, подключи ноутбук. А у меня нет HDMI. Провода? Да. Окей, провод HDMI стоит, мне кажется, самый дешевый – 500 рублей. Вот там начинается, в общем, Secret VP, а я иду и покупаю провод за 100 рублей. Иди, не знаю, после эфира, ходи себя уже HDMI. У меня денег нет таких слишком дорого. Ну, смысл, а ты, то есть, ты… Нет, я к тому, что… Будешь включать телик, типа, и что ты будешь на нем делать? Ну, типа, сейчас я поищу вот тут запись, там, или, в смысле, канал… Ну, мне кажется, телевидению сначала надо научиться работать записью. Я придумал. Ну, в смысле, не то, что я придумал. Сейчас же куча Smart TV. Ну, на многих телехах, даже не самых больших, есть уже… А вот, кстати, а чем это не будущее телевидение? Smart TV. Twitch-приложение. Ну, а чем это отличается от интернета, окей? Ну, серьезно. Это в телевизоре и нет клавиатуры. Ну, по крайней мере, такое. Я не знаю. Я не знаю, чем отличается. Но, как мне… Ну, слушай, это хорошее развитие телевидения. Знаешь, что круто? Да, это развитие телевидения… Мне кажется, все-таки идет, ну, некое смешение. Ну, то есть… Я бы, знаешь, как это сказал? Качество телевизионной картинки… Мы сейчас не берем, там, телеканал «Домашний», да, как нас обзывают сейчас. Вот. Я бы больше это назвал, как там, магазин… Телемагазин, да, или магазин на диване, что-нибудь такое. Вот. Скорее, качество картинки ТВ, оно идет в интернет. И это круто, потому что в интернете, ну, как правило… Ну, а, собственно, чем мы занимаемся сейчас? Похоже немножко. Ну, у нас как раз-таки вот есть… Ну, то есть, это не стрим с вебки, там, где вот такое вот окошечко, все остальное – это какой-то там рисуночек, ну, это типа полный бред, ну, серьезно. Вот. То есть, ну, у нас, я не говорю, что у нас там топовое качество. Вот я считаю, что у ESL, например, вот, ну, на данный момент, вот, у ESL ролики вот эти, которые они делают отчетные о своих ивентах, там, и по КС, и по Доте, и по Старкрафту до сих пор, там, ну, вот с 14-го года я смотрел, они просто великолепны. И это делают не люди, которые в киберспорт пришли из киберспорта, ну, то есть, там, из со школы, а, условно говоря, вот там, как, ну, не то, чтобы прям так сильно понтуюсь, как я, ну, есть люди, которые работали в кино, на телевидении… Ну, в общем, игражур, телевидение и так далее, да. Ну, игражур тоже такое себе, знаешь ли. Ну, вот. Там мало профессионалов… В смысле, мне кажется, они все идут сначала как-нибудь через игражур, а только потом вот именно эти люди… Ну, вот момент, когда люди из кино, из телевидения поймут, ну, это уже происходит, люди, то есть, ролики, которые делает ESL, это не просто чувак, там, играл всю жизнь в доту и потом склеил такой ролик, снял его, поставил, там, срежиссировал. Это люди, которые, ну, наверняка, там, не знаю, условно говоря, ставили, там, опять же, вот делали примерно то же самое с концертами, там, ну, не знаю, уровня, там, Linkin Park, Мадонны, потому что это все те же камеры, это вся та же техника, оборудование, команда, монтаж, цветокоррекция, все вот эти вещи. Free-to-play Valve, опять же, эти люди, как бы, ну, они не просто там, типа, играли в дотан, они реально шарят в производстве, знаешь, такое сценарное мастерство, там, все вот эти вот вещи, и вот качество переходит в форм… ну, то есть, качество телека плавно переходит в формат интернета, когда ты можешь смотреть то, что тебе удобно, когда удобно, то, что, типа, там, рекламировал НТВ плюс году в 2006-м еще. Ставь, типа, на рек и записывай себе на DVD-болваночку, там, что-то такое было, или, там, на рекордер. Ну, в общем… Как-то, комменты я прямо упустил немножко. Насколько мы понимаем, не работают прямые трансляции. Ну, это, действительно, сложно организовать прямую трансляцию на телевизор. Легче, вот, легче просто организовать какие-то Папстомпы. Ну, и там, кстати, тоже бывают проблемы. Я, например, был этим летом на Папстомпе, пока ты был в Сиэтле, и там была игра, по-моему, как раз это был день игры ВП против Сикрет, и они играли последними, и, в общем, весь зал уже выгоняли там в 8 утра из-за больших задержек, я не помню, с чем они были связаны, там были большие задержки в играх. В общем, людей уже выгоняли из зала, и, то есть, нам повезло, что ВП просто взяли и прихлопнули Сикретов, а иначе бы мы просто не досмотрели бы в кинотеатре, потому что начинается уже расписание, это уже, ну, что-то такое вот похоже на телевидение. Ну, здесь вот реально, это, скорее всего, будет вот формат здесь тоже в тему. У нас, кстати, НСВП пришел, если это реально НС, то привет тебе еще раз. Там с большими буквами НС? С большими буквами, да. Настоящий, походу. Это настоящий НС, он написал, подписался. Отлично, Ярик, спасибо. Собственно, как бы это канал ВП, он чуть-чуть не сам НС его делал. Ну да. Собственно, вот здесь интересное мнение. Мистер, так, это он, мистера спрашивает у НС, мистер Грин1234. Вот, например, в Швеции, ведь Дримхак транслирует в прямом эфире, нужно просто узнать, как они справляются и позаимствовать. Это первый, давай, вот эту тему про трансляции на российских реалиях. Второе, вот, Митинг 6 пишет. Я согласен с Вилатом, он давал интервью. Не киберспорту нужен ТВ, а ТВ нужен киберспорт, потому что ТВ не прогрессирует, а киберспорт прям вот дико прогрессирует дословно. У Дани шнурки развязались. Ой, спасибо, ребят. Слушайте. Великолепная, кстати, тема нового эфира. Хорошая. У меня постоянно они развязываются, я не знаю, что с ними делать. Шнурки развязались. А если есть пример плей-офф в хоккее, где время неограничено и овертайм может длиться бесконечно. Просто нужно делать специализированные каналы, где время не ограничивают или выделяют на очень много времени. Ну, это надо делать канал специализированный. Кто этот канал еще раскручивает? Это я сейчас, вот, маленькую ремарку. Телеканалы работают, по сути дела, зарабатывают все деньги, ну, вот, по крайней мере, федеральные в России за счет рекламы. Есть определенные слоты рекламные, которые, вот, ну, например, я достоверно знаю о, как бы, ну, грубой расстройности рекламы на STS Media, ну, вот, на конкретно канале STS и на канале Перец. И это огромные деньги, но исчисляющиеся в миллионах рублей, там, в десятках даже миллионов, если мы берем, там, какой-то пул, ну, там, на несколько, там, дней, недель, то есть какой-то, да, вот. И, по сути дела, ну, каналу нет смысла транслировать, будь то хоккей, баскетбол, там, ну, баскетболи нет, там, там вообще время чистое, это играется, вот, ну, там они тоже растягивают, типа, иногда. Ну, то есть нет смысла транслировать игру долгую, потому что они, ну, теряют тупо деньги, вот. И в этом, ну, нет, нет, как бы, вот схемы телеканалов, она умирает. Я вот совершенно точно в этом уверен. Ну, типа, телевидение просто в определенный момент может перейти в интернет и стать интернет-телевидением, не привязанным, в общем, к сетке канала. Так, а рекламу будут также забирать себе площадки, то есть твич, там, азубу, какие еще, хитбокс, ну, какие-то есть еще площадки. Ну, ютуб гейминг, ютуб, собственно. И здесь как раз таки, ну, телеканалам, телевидению нужно просто вовремя грамотно подсуетиться, чтобы либо заключить какой-то выгодный контракт. Они не будут этими стариками такими, которые, а, блин, все эти нововведения, да мы все сами знаем, с сигарами, которые... Ну, сейчас многое, как вот я вижу, так и происходит. Ну, вот. Ну, кто-то пытается, но многие не понимают. То есть в киберспорте мало профессионалов, это, кстати, очень интересная тема для обсуждения, а на телеке мало горящих людей. Да. Ну, они привыкли зарабатывать реально огромные деньги, особенно там, ну, высшие топ-уровни, да. Мне кажется, лет через десять такое будет и в киберспорте. И нужно постоянно пушить, постоянно толкать, чтобы все развивалось. Пушить, сленг. Уже используешь. А на телеке, как бы, ну, все, мне кажется, реально забили фиг. Особенно там кто-то, кто работал условно редактором там, на каком-нибудь еще тогда РТР. Они уезжают в регионы на какой-нибудь там, извиняюсь, если вдруг ты есть из Челябинска, на Челябинск ТВ там, или на какое-то районное там, не знаю, Балашиха ТВ. Вот. И устраивают там такой свой маленький телеканал со своими, там, не знаю, иконами и православием. Вот. То есть всю жизнь проработал редактором, здесь тебя поставили главным, и ты творишь несусветную ерунду просто. Ну, вот, которая никому не интересна. Ну, а мы сами, как, во-первых, там есть какие-нибудь хорошие вопросики? А пока я подумаю, можем ли мы как-то повлиять на... Ну, то есть, я согласен, в принципе. О, у тебя вопрос. Долгий. Это... Это скорее комментарий. Бизончик. Долгий? А, Бизончик. Я думал, долгий ник. Нет, долгий комментарий. Хорошо. Телевидение само по себе уже умирает, потому как много сейчас людей не смотрят его. Для телевидения нужны хорошие шоу, чем, в принципе, сейчас начал заниматься интернет. Как вариант, допустим, о каналах сделать тот же Twitch-канал с круглосуточным вещанием. Чем тебе не кабельное? Через тот же Smart TV смотреть через плазмы. Опять же, ребят, вопрос монетизации. Как все это дело монетизировать людям, ну, которые, грубо говоря, инвестируют в это бабло? Потому что сейчас эта реклама, ну, ставить, ну, как на Twitch, но уже есть Twitch. То есть, это то же самое кабельное, только в интернете. Ну, какой смысл? То есть, в интернете ты можешь ставить прероллы, там, миддл роллы или как они называются в середине, там, пост роллы, плашки вешать. В принципе, ты можешь делать это на кабельном. Но, опять же, представьте, у вас есть выбор. Ну, не знаю, кто-нибудь может и придет на условный Триколор ТВ когда-нибудь и скажет, давайте мы фиганем там, Twitch на кабельном, но Twitch смотрит по всему миру. Какие должны быть инвестиции и как они отбиваться должны, чтобы... Причем еще Twitch принадлежит Амазону. То есть, это еще все серьезнее. Амазон-то там компания не маленькая и не последняя. Мягко говоря. Да. Ну, в общем, не ясно, как все это будет происходить. И не ясно, что будет с телевидением. Нет, ну, это, в принципе, можно посмотреть какой-нибудь любой футуристичный фильм. И там, в принципе, как телевидение уже не особо-то существует, если это не какая-нибудь антиутопия. Здесь, кстати, сейчас интересно. Вот это вот Самопал 77. Боже, что Дерек Динай несет? ОМГ, BBC имеет такой продакшн, что никаким ESL не снилось. Друзья, я ни в коем случае не говорил, что у ESL продакшн лучше, чем у BBC. BBC, National Geographic, History Channel, ну, очень многие из аналогичных каналов имеют великолепный продакшн. Я лишь сказал о том, что люди, которые могут подобного уровня делать продукт, они стали приходить в киберспорт. Как раз таки люди там наверняка кто-то, ну, может быть, даже там один человек с BBC, один там с НГ пришел, еще откуда-то. И, ну, в итоге получается, что в киберспорт перетекает качество. Оно не ухудшается в телевидении, безусловно, потому что если бы еще качество сейчас падало на телеке, то было бы просто ахтунг полнейший. Вот. Именно это я имел в виду, то, что в киберспорт приходит, ну, приблизительно подобное качество. Потому что у ESL реально очень хорошее. Да, хуже BBC, я здесь соглашусь. Ну, в принципе, да. Пока. Пока хуже. Да. А скоро, может быть, те же Valve, ESL или кто-то еще предложит хорошее количество денег людям, которые работают на условном BBC. Но, тем не менее, да, киберспорт все же пытается ворваться на телевидение. Вполне. И, как ты говорил, здесь действительно ходили слухи. И есть небольшой инсайдик, что несколько каналов, в общем-то, приходили к Virtus.pro и хотят заполнять свое эфирное пространство нашими передачами. Например, канал Гомоноид. Гомоноид ТВ – это канал, который посвящен полностью играм. И вот у них в разделе секций не хватает видов. Сейчас. Немножечко я отвлекусь. Вот. Ну, собственно, ты продолжай про Гомоноид ТВ. Я больше-то особо рассказывать не могу ничего по этому поводу. Почему? Серьезно? Немножко инсайдики. Ну, вот я как бы слил уже чуть-чуть. Дальше, дальше уже разберемся и посмотрим. Слил уже немножко инсайдиков. Сейчас. Ну, да. Что ж, что можно вообще подвести итог по телевидению и по киберспорту? Какой итог, в общем, насколько я понял? Телевидение, в общем-то, потихонечку умирает. И ему нужно хвататься за киберспорт, потому что киберспорт развивается. Я бы, знаешь что? Я бы напомнил сейчас вот в этот момент, напомнил про то, что можно еще писать же в Twitter с хэштегом ВП на складе. Да, вопросы, которые мы сейчас после того, как подведем, ну, как бы основную тему к логическому какому-то завершению, наверное, оно будет открытое. Мы, наверное, просто продолжим отвечать на вопросы. Мне кажется, хорошее завершение просто нужен, самое главное вообще во всем этом развлекательном, нужен контент. Хороший контент. Будет хороший контент, его будут смотреть. На какой платформе, ну, это, я думаю, сложно спрогнозировать, потому что, в принципе, техника не стоит на месте. И, как бы, то, что раньше интернет был для загрузки Википедии, сейчас интернет для просмотров шоу. Что будет дальше с интернетом, непонятно. Что будет с ТВ, дальше тоже непонятно. Ну, опять можно, конечно. Здесь, опять же, продолжаем. Что писать, надо, чтобы ответили на мой вопрос? А, задавай вопрос. Задавай вопрос, да. Конечно, постараемся. Захар 0802. А как насчет HyperX и других спонсоров? Вы думаете, они не помогут? Просто поставить значок HyperX и просить за это деньги. Ну, сейчас так же, собственно, происходит и на Твиче. Опять же, в чем новизна тогда этого дела? То есть, сейчас так же вот и стоят там на каналах… Ну, вообще, как бы, ничего, ничего другого нет. Да, там G2A, господи, Бэнкью… Бэнкью, конечно, G2A. Наши спонсоры… Нет. Ну, у всех разные там кто-то… Фрагстор, там, все в порядке, да. Ну, и прочие там. Лосс, HyperX… Да нет, спонсоров много, но, опять же… Ну, они стоят, вот эти плашки, но они стоят сейчас. Да, они стоят и стоят. На реальном, как бы, в реальное время. Уже. Балашиха, на самом деле. Мой родной город называется. В принципе, еще и снимают же рекламы с этими… с продуктами этих спонсоров. Вот. Вот. Снимают медийные игроки. Армадон. Слушай, сегодня чат просто… Вообще, замечательно. Друзья, вы, вы, вы прям очень хороши, серьезно. Я не успеваю даже читать такое количество комментов. Мнение, мнение реально взрослых людей. Ну, то есть, для меня это немножко неожиданно, потому что чаты на Твиче обычно это полный, вообще, раздрай и хлам, но вы реально крутые вещи пишите. Армадон, в частности, написал. Так это потому, что люди думают, что реклама на ТВ работает. Вот. Это ключевое. Это то, о чем мы говорили. Но аудитория-то падает, смотрят одни бабки, которые товары… которым товары рекламируют, типа, презервативов, там, пива и сникерсов не нужны. Не забывайте, что у нас продается Рубик, например, Снайпер. Да, мы типа… у нас таргетированная реклама называется, кстати. Но здесь, на самом деле, у телека есть еще один… У нас есть предпросмотр… Предпросмотровый телевизор сразу такие… Замечательно. Можно купить. Здесь, на самом деле, забавно, когда смотришь футбол, когда я еще его смотрел регулярно, там, минимум матч 2 в неделю, а то и по 5, по 7 бывало, стабильно вот ты смотришь, и такое чувство, что футбол смотрит импотенты. Сплошные. Ты вообще смотрел футбол? А, в смысле того, что реклама, которая идет во время всего этого, да. Я все время называю, как это называется. Вот фигня, где там такой седой дядечка бегает, короче… Ау, не, не Алкозельцер. Не Алкозельцер. Си Алекс, вон. Си Алекс, вон, Си Алекс, да. И вот реально, то есть, идет перед началом 2-3 раза, потом в перерыве 5 раз могут показать. Это классный мужик, если честно. Я бы, я бы, в его возрасте, я бы не против было сниматься в такой, где-то бегаешь во них трусах, возле женщин, да. В окна упрыгиваешь, еще усы эти замечательные. Раньше показывали 3-4 разных варианта рекламы, сейчас один. Да. Его крутят, вот 15 минут перерыв идет, из этих 15 минут 2,5 – это долбанная реклама вот эта. Да. Ну, и пивас раньше. Разрешали, но сейчас вот не особо разрешают показывать рекламу. Триклор ВП, кстати. Так, друзья, в общем, если вы не присылали еще нам вопросы на Twitter, то присылайте, потому что это возможность, напоминаю, выиграть скидочку. Хэштег у нас на складе, ВП на складе, все кириллицей, все без пробелов. По хэштегу мы посмотрим, сейчас вот почитаем, после небольшой паузы. Сейчас, пауза, пока. Я хочу сказать, друзья, вы реально очень много пишете, и безумно приятно, что вам интересно, и мне очень интересно. Мне тоже очень интересно, Саш, передай им, пожалуйста. А то ты так, как бы, из себя хорошего парня выстроил такого, а я такой молчун. В смысле, нам очень приятно. Да, очень. Очень здорово, что вы пишете. Время поджимает, поэтому мы вынуждены уйти в паузу, а потом будем, собственно, читать вопросы, видимо, в Twitter. Если в Twitter… Мы будем продолжать читать уже на Twitch, и просто задавайте то, что вам интересно услышать от нас. На любые темы. Да, вообще любые. Давайте, короткая пауза. Мы продолжаем… Продолжаем… Привет. Продолжаем говорить привет. Да. После короткой паузы мы открываем наш Twitter, а вы особо не пишете в Twitter. Ну, собственно… Есть хоть что-нибудь? Есть, собственно, твой тестовый. Ольга написала нам привет. Привет, Оля. И есть еще вопрос от Goldens, или Golden S. Что-то там… GSTV CS GO. Такой у него, значит, Twitter. Дайте инсайд о ВП-арене. Ну, инсайдов… ВП-арена строится. Это можно читать инсайдом? Ну, какие? Там будет много всего интересного, там должна быть, скажем так, пищевая зона, которая будет оформлена в особом стиле, скажем так. Да нет, там будет здорово, очень здорово, я уже больше чем уверен. Я как бы сам-то не особо знаю, не много знаю, а не во много вовлечен, но, потому что я слышал, там достаточно классно должно быть. То есть, действительно, такая хорошая арена именно для людей, которые любят поиграть в киберспортивные игры. Плюс к тому, что вы там можете посостязаться. Конечно, я думаю, там будут проводиться турнирчики. Давай просто подумаем, не знаю, инсайд это или нет, туда можно прийти просто поиграть, как в компьютерный клуб. Да. Ну, это, мне кажется, было обозначено уже давно, в принципе. Да, конечно. Второе, там будут проводиться некие ивенты. Думаю, да. Ну, киберспортивные. Ну, да-да-да, конечно. На несколько сотен человек, там, или, может быть, тысяч, пару человек, ну, что-то в таком духе. Там можно будет попить, покушать, ну, и вообще с пользой, ну, с пользой, в общем-то, и приятно провести время. С нами повидаться можно будет наверняка. Мы же... В здании можно повидаться. Да, я туда поеду, буду тусить. Вот. Приходите. Собственно, вот пока что все, что можно сказать, все, что знаем вообще, вот примерно таким вот образом. А что у нас там по Твичу? По Твичу? Может быть, есть вопросики какие-нибудь хорошие? У Твича это митинг 6, собственно. Митинг? Так. НСВП. Александр Хитров, давай веселее, это раза два я тебе послал письмо. Какое письмо? Я не знаю, про какое, Ярик, письмо мне говорит. Вот. Кстати, Ivory, коробки Leroy Merlin, серьезно, скрытая реклама, надо с них потребовать денег. Мы взяли коробки, не потребовали с них денег. Мы не взяли коробки, они нам нагло их воткнули в студию, на склад, точнее, принесли. Сами. И теперь еще и да. Вот. Здесь митинг 6. У ТВ и Твича и киберспорта разные аудитории. Приучить смотреть мою бабушку, смотреть по ТВ, игры по лиге, дочи, в записи и на вечер матч NVTSM по CS GO это нереально. Аудитории разные, кто хочет смотреть киберспорт, те придут через комп. Просто можно расширить возможности просмотра на компе. Ну, то есть, идет все равно некое слияние. Скажем так, расширить возможности просмотра раз и повысить качество – это прям вот постулат безусловный. Не-не-не, это все замечательно, так и должно быть происходить. Потому что до этого, ну, киберспорт должен развиваться. Вот, правда, непонятно, что будет с телевидением, ну, потому что мы так и не нашли, в общем, хорошего способа связать это, если это только не запись. Кстати, кстати, Explosion TV, Virtus.pro, один Dota, он написал. Российские телекомпании не станут показывать киберспорт, вот это, кстати, важная тема, такая геополитическая, чуть-чуть самый малый затронем, пока русские команды не станут выигрывать крупнейшие турниры. Все это обусловлено политической ситуацией. Давай представим, что Virtus.pro выигрывают… Вообще, я немножко даже согласен с этим вопросом. Выигрывают там, ну, мейджор, допустим, другой там, ну, или что-то вот… Ты хочешь сказать, что станут показывать? Я практически, ну, я уверен, что… Ну, не мейджор, мейджор – это вряд ли. Подожди, хорошо, представь себе, победители Олимпиады, они же приходят к Владимиру Владимировичу Путину. Да, да. Там, спасибо, да и дарят Мерседеса. Если ВП побеждают в шестом Инте, то Владимир Владимирович… Так. То… Скорее всего, да, скорее всего, придется идти к Владимиру Владимировичу. Вот. И прям, представляешь, Артем, Сережа, два Ильи и Александр идут, получают медали, там, грамоты торжественные, по Мерседесу. По Мерседесу это, конечно, вряд ли, но пожать руку и дать какую-нибудь медальку, мне кажется, вполне возможно такое произойдет. Потому что… Потому что… Какой у нас был… 20 миллионов, да, практически, призовой фонд в этом году? Ну, 18, да, 18 с хвостиком. И он, как бы, из года в год растет. И, соответственно, ну, это нельзя будет обойти стороной. И все новостные службы, не киберспортивные, это там, какие-нибудь Первый канал, газета… Ну, в общем, просто все об этом будут писать, все об этом будут снимать репортажи, я более чем уверен, все каналы телевизионные. Ну, и это может дойти до того момента, что придется идти в Кремль и пожимать руку президенту. Премьер-министру. Премьер-министру. Хотя, премьер-министру, мне кажется, даже с большим удовольствием будет пожимать руку, ну, вот нынешний. Дмитрий Анатольевич. Потому что он… Дмитрий Анатольевич. Потому что он такой, любит, любит очень все это прогрессивное, новенькое. Прогрессивное новенькое. Инновация, инновационная. Инновационная, да. Сколково все дела. Ладно, про политику особо больше не будем. Окве1 пишет, кстати, тоже хорош, блин, реально, ребят, в чате, ну, просто топчик. Махога, не топчик. Нет, топчик будет в субботу, а в чате просто отличные люди. Спор сейчас также транслируется в интернет. Отсюда вопрос, зачем киберспорту ТВ, если само ТВ лезет в интернет? Вот все о том же, слияние, слияние. Да, у нас, видите, мы все с вами на одной волне, у нас все получается хорошо. Это называется целевая аудитория, пишет нам все тот же мистер Грин1234. Мне кажется, он вообще какой-то телевизионщик. Рекламщики знают, что футбол смотрят почти одни мужики, средство для мужчин идеальный вариант, это вот возвращаясь. Да, это, а вот если будет женский футбол транслироваться? Не, ну, в смысле, ну, есть там сериалы для домохозяек, там транслируют, не знаю, кухонные маги всякие там, прокладки и, ну... Ну да, магично, в общем, да. Сонные, дезодоранты. Самое обидное, что, ну, вот я даже знаю, что там происходит, просто потому что, ну, в какое-то время я смотрел телевизор, мне кажется, у меня еще оттуда осталось. Ну, плюс сейчас на Ютубе тоже же реклама на Твиче. Да. И ты все равно все это видишь, то же самое, просто оно постепенно переходит в интернет. Мне кажется, что, вот, мой прогноз, что минимум года два-три еще будут очень переходные. Но вот к двадцатому-двадцать второму, ну, две тысячи имеется в виду, двадцатому-двадцать второму, уже будет, как бы, все реально намного мощнее в интернете. Вот. Справедливо. Кто и как там займет вот эту иерархическую пирамиду? Это все еще вопрос, в принципе-то, техники, потому что чем ближе информационное средство, которое может донести до тебя информацию, чем оно меньше, чем оно компактнее, тем, соответственно, больше будут ориентироваться именно на это устройство. То есть планшеты, в них появляются газеты, журналы, видео, что угодно, телефоны, там дальше будет, ну, черт знает, что дальше будет. Имплантанты там, не знаю, в глаза, в мозги и так далее, которые будут просто тебе сразу же выдавать информацию и все. Как Google Glass, например, он выдает тебе информацию справа над глазом. Слушай, можно? Здесь есть вопрос ко мне. Давай. Ну, наверное, я не буду, ну, то есть, как я попал в ВП, там, ну, я зачитаю вопрос, вкратце попробую ответить. Как ты попал в ВП киберспортивную структуру, так сказать, когда ты снимал видосы с Инта, стало понятно, что в дотке ты не шаришь. Собираешься наращивать? Есть ли какие-то другие игры более интересные тебе? В целом, я говорю, я просто профессионал видеопроизводства и вот то, о чем я говорю, как раз таки качество приходит в киберспорт. Ну, хочется на это надеяться. Да, да, да. Хотя, ну, признаться честно, мои походы с GoPro это такое себе качество, это просто интересный контент. Надо делать лучше, совершенно точно, более качественно, более по-телевизионному. Вот. Ну, совмещать. Да. Вот. Другие игры, конечно, нравятся. Профифу говорил, наращивать доту собираюсь. Вот. Засим я хочу тебе задать вопрос. Он не лично к тебе, но вот мне очень интересно твое мнение. Собственно, я сейчас просто назову, меня спрашивал некто Зизу. Вот. А есть еще товарищ Однери. Известной проблемой киберспорта является, вот это, кстати, очень крутая тема, я часто об этом думаю. Известной проблемой киберспорта является то, что он достаточно слабозрелищен. Как ты, Дань, конкретно видишь развитие доты в этом направлении? Ну, для того, что, ну, я, честно говоря, не уверен, что он слабозрелищный. Все же, как по мне, она достаточно динамичная игра, но она динамична в том случае, когда ты знаешь, что там происходит. Ну, чтобы узнать. Если ты не знаешь, что там происходит, да, тебе надо потратить какое-то время. Как тогда заставить людей делать это? Мне кажется, нужно самих кибератлетов, киберспортсменов выводить на медийный уровень. То есть, чтобы они были медийными личностями, чтобы их приглашали. То есть, ну, это просто как бы охват больше аудитории. И больше аудитория будет сначала заинтересовываться в человеке, а потом, может быть, заинтересуется в игре. Но... То есть, через медийных личностей? Да. Ну, как бы, мне кажется, Dendy знают даже не только, в общем-то, фанаты киберспорта. Мне кажется, Dendy известен даже за границами киберспортивного сообщества. Еще один, кстати. Кот Зловред. Прям вот комментарии реально хорошие. Они прям развивают тему. Да, 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 да. Вообще, замечательно. Как бы не ожидали, что настолько классно вы будете сейчас прощать и комментировать. Как по мне, пока не решена проблема DDoS и расклябанности большинства, в основном Dota 2 игроков, киберспорту нечего делать на ТВ. Ну, мы, как бы, уже сошлись немного на том, что ТВ, в принципе, умирает. Но, в общем, да, DDoS — это проблема. И медийные личности, в общем, кого вы можете назвать совершенно медийным в Dota? Ну, кроме Dendy, хвост — самый медийный персонаж, в принципе. Dendy хвост, ну, и Вилат, если не правильно. Ну, да, 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 и Вилат, и Вилат. Ну, и то, как бы, они медийные. Ну, так, не зле сказать «постольку, поскольку». То есть, условно, вот, там, это, вот, мы берем «мировой», да, вот, в мире. Ну, да, да, да. Просто… Dendy, то есть… Нет, Dendy все равно, мне кажется, Dendy все равно медийный. Но, просто, проблема-то в том, что… Но это не уровень, там, самого медийного футболиста, грубо говоря. Нет, совсем нет. Потому что, вот, у нас, как бы, в киберспорте, в этом сообществе медийность сама как… Ну, медийность личности сама закрыта. То есть, она ограничивается, как правило, твиттером. Люди, ну, игроки на них подписываются, все там смеются над их шуточками и ссорами. Но это, опять же, придет туда качество и привычная картинка. Да, то есть, когда… Ну, то есть, люди, которые смотрели на Твиче, рано или поздно они, ну, они вырастут. И если давать им качество уровня… Ну, я не говорю сейчас уровень BBC, реально, он вообще запредельный. Уровня вот ESL, нынешнего уровня Valve, то они, ну, рано или поздно перестанут смотреть стримы. Ну, либо будут просто немножко поплевываться от этого. Потому что, ну, это реально стрёмно смотреть. Я вот не могу, например, смотреть стримы, в смысле, вот где маленькие вот эти окошечки. Ну, мне не в кайф. Ну, да. Это, да. Вот. Другой вопрос – как отбивать, ну, как бы монетизировать дорогие трансляции? Здесь, опять же, инвесторы, реклама. Ну, все это вот так вот пока друг другу как-то присобачивается, и все никак не присобачится нормально. Наверное, потому что инвесторы пока не видят особого потенциала в этом всем деле. Не знаю. Ну, в общем, друзья, наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо вообще всем, кто писал. Это очень здорово, что принимаете участие и задаете вопросы. Это очень здорово. Поэтому, в принципе, там, тему мы, видите, до конца закрыть не смогли. Поэтому, когда мы выложим видео в группу ВКонтакте, тоже пишите свои мнения, общайтесь дальше. Мы будем читать. Плюс, не забывайте писать вопросы. Да? Писать вопросы. У нас статьи еще пять вопросов. Может быть, мы их прочитаемся в Твиттере? Ну, у нас же по времени как-то совсем. А, в Твиттере? В Твиттере, да. Ну, в Твиттере давай, по-быстрому. Александр, хочу тебя спросить. Ты же только начал играть до, ты изучаешь, разы будешь ли писать об этом блог. Скорее всего, буду, но это не то, что сейчас. Это все-таки больше обо мне. Вот, что думаете о всяких ТВ-шоу наподобие прямой эфир? В смысле ТВ-шоу? ТВ-шоу с прямым эфиром? Ну, типа, ну не знаю, типа пусть говорят, видимо. Ну, мы сейчас то же самое примерно и делаем, просто в меньших масштабах. Там очень хорошо. Деньги пласят. Там очень профессионально. Там, я вот что могу сказать, там профессионально даже не с точки зрения картинки, да, то есть там, ну, довольно бедно все. Но там профессионально с точки зрения того, что люди зазомбированные очень круто это смотрят. То есть, словно говоря, люди так же смотрят, вот, ну, там, я так же зазомбировано смотрю футбол, так же зазомбировано, там, я вот смотрю доту в последнее время, да. То есть, это то же самое. Если сделать грамотное, условно, ток-шоу о проблемах в доте... Нет, это вообще было бы здорово. Это как раз вот этот способ поднять медийность всех личностей. В общем, мега-шоу, если не смотрели, это то, о чем мы и говорим. Кстати, возможно. Посмотрите мега-шоу, это очень классно. Вот, собственно, вопрос к тебе. Вау. Ты у нас главный складской. Да, я тут обставлен коробкой. Зачем нам телефон на складе? Телефон, ребята, мы обязательно подключим, чтобы вы могли позвонить нам в эфир. Пока он уходит никуда. Да, пока он там уходит в майке, но рано или поздно он заработает. И вы сможете набрать, заказать какую-нибудь маечку, передать приветы, задать свои вопросы. Я думаю, это будет очень классно. Пока он не рабочий, но мы дойдем до этого. Еще два. Да. Если киберспорт, это кудрявый пес спрашивает. До этого спрашивали Кайлакс и Розес. Кудрявый пес. Если киберспорт выйдет на ТВ, не начнут ли российские телеканалы вещать сериалы на Твиче? То есть просто как бы... Вот так вот все перевернется. Не, вряд ли. Заходишь на Твич, а там новый сезон Санта-Барбары. 76-й. Нет, это не произойдет, потому что есть Netflix, есть Hulu, есть уже как бы настроены на... Уже есть свой Твич. Да, уже есть свой Твич для сериала. И последний, наверное, сегодня вопрос. Юный Наполеон. Это я или это пишет? Нет, это хороший ник. Хороший ник. Проблема киберспорт ТВ – это отсутствие графика между дисциплинами. Идут две важные игры по доте и лолу. И что показывать? Да, вот мы, в общем, об этом примерно и разговаривали. Ну, слушай, это то же самое, что, например, что популярнее. Потому что во время чемпионата мира по футболу по-прежнему идут, не знаю, там, женский волейбол какой-нибудь. Или там, ну, что-то еще проходит. Такое часто бывает. Опять же, там, даже в том же футболе в два вечера проходит матч Лиги Чемпионов. Вот что ты будешь смотреть? Ну, типа... Ну, по крайней мере, разные каналы, как правило, могут их... Ну, кстати, вот эта тема... Твич! А, либо симулкаст. Да, либо симулкаст. То есть ты смотришь некую, ну, какой-то агрегатор, который собирает, например, самые крутые моменты из лола и из доты. Но здесь, опять же, ЦА, потому что ЦА пересекаются крайне редко. То есть, типа, ты садишься смотреть, тебе там попури такое. Ну, скорее всего, просто отдельные игры по доте, отдельные игры по лол, если они идут там одновременно... Параллельно, да, просто какие-то, типа, хайлайты показывают, типа, относительно в прямом... С комментариями отдельных комментаторов, которые именно на вот этом... Как он называется еще раз? Симулкасте. Вот. Ну что, давай из твиттера выберем какой-нибудь вопрос, какой тебе больше всего понравился. Так. Мне... Знаешь, знаешь, давай мы оставим их, мы сейчас... Оставим их потом, да? Мы их записываем, да, мы их запоминаем. Вы пишите в выложенном видео в группе ВКонтакте, давайте ВКонтакте, пишите с хэштегом, все тем же хэштегом ВП на складе, свой вопрос, мы их все почитаем. И в следующем... Не-не, пишите так же в твиттере, наверное. Да-да-да, в твиттере можете тоже писать. В твиттере так же по хэштегу? Мы будем просто все это читать, мы будем даже отвечать, возможно, попробуем. Возможно, ну, а собственно, если будут какие-то интересные вопросы, какие-то интересные мнения, мы можем и в следующем эфире тоже обсудить. И, соответственно, мы свяжемся с тем, кто задаст лучший вопрос по нашему мнению и представим его в начале следующего эфира. Да? Да. Ну, а сегодня, да, у нас уже все, поэтому не забывайте заходить на fragstore.ru, там есть все эти классные майки, получите скидочку. Смотрите... Не только майки, есть еще игрушки. А, майки, да. Игрушки всякие. Телефон... Ну ладно, телефон не буду продавать, он еще понадобится, но игрушки можно. Собственно... Ну, все, тогда давайте до следующей среды. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok